С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как с помощью простых инструментов сделать скриншот экрана и нанести аннотации, а также как быстро записать видео с экрана вашего компьютера. Часто для выполнения нужных действий мы используем сложные программы, хотя это может увеличить количество времени, которое мы тратим на задачу. Сегодня я расскажу про самые простые инструменты, с помощью которых вы сможете быстро справиться с задачей захвата изображения на экране вашего компьютера. В процессе скринкаста мы рассмотрим два инструмента – это Awesome Screenshot и Recorded. Рассказывать о Awesome Screenshot я буду на примере браузера Chrome, но вы также сможете найти расширение для других браузеров. Для начала я захожу в магазин приложений для Chrome и ввожу название Awesome Screenshot. Поиск дает мне два результата – это приложение и расширение. Разница в том, что приложение можно использовать не только в браузере, в отличие от расширения. Для других браузеров доступно именно расширение. Сначала посмотрим функционал приложения. Для этого нажимаем на синюю кнопку и оно устанавливается. Теперь, переходя в список всех установленных приложений, которые можно посмотреть по адресу Chrome.apps, вижу, что появилась иконка Awesome Screenshot. Нажимая на иконку, открывается полноценная программа в своем окне. Предлагается либо загрузить изображение, либо сделать снимок экрана. Нажму именно этот вариант. При этом открывается окно выбора, можно захватить весь видимый экран или экран определенной активной программы, например, браузера. Я выбираю весь экран и делаю снимок того, что я вижу в данный момент на своем экране компьютера. Сверху я вижу панель инструментов, где можно подчеркнуть нужный элемент, выделить рамкой, поставить стрелку, обозначить пункты и вставить значки. Можно также поменять цвет на уносимых аннотаций. После того, как я закончил работу со скриншотом, его можно сохранить на свой компьютер, а также в свой аккаунт Google Drive. Возвращаясь в библиотеку, я загружу изображение со своего компьютера и нанесу аннотации для примера, чтобы сохранить потом в Google Drive. Для этого в первый раз нужно авторизоваться и дать разрешение программе на доступ. Также можно указать степень приватности, в итоге нам дается ссылка на изображение. Теперь я вернусь в магазин приложений и расскажу про расширение Awesome Screenshot. Напоминаю, что в отличие от приложения, расширение может захватывать экран только в браузере. Для установки нужно нажать на синюю кнопку. У меня она уже установлена, а вы после установки увидите такую иконку в браузере. Нажимая на нее, открывается меню, где также можно выбрать варианты захвата окна. Видимую область, выделенную зону, страницу целиком или загрузить изображение для нанесения аннотации. Те, кому часто приходится работать с материалами в интернете, поистине оценят возможность сделать скриншот всей страницы, так как обычными методами операционной системы можно сделать скриншот только видимой зоны. А как мы знаем, страницы обычно намного больше, и для просмотра мы прокручиваем экран. Для примера я делаю снимок видимой части страницы сайта и вижу, что сверху появилась аналогичная панель инструментов для создания аннотаций. Также можно обрезать изображение вручную или введя размер в пикселях. После работы с изображением его можно сохранить на компьютер в Google Drive или на общий сервер расширения, чтобы другие пользователи смогли его увидеть. Таким образом, Awesome Screenshot – это отличный инструмент для создания снимков экрана и быстрых графических аннотаций. Переходим ко второму инструменту – Recorded. Это простая программка, которая позволяет делать видеозахват вашего экрана и сохраняет как в формате видео, так и в формате GIF – изображение. В таком формате картинка анимированная и представляет собой упрощенное видео. Для начала нужно скачать программу для своей операционной системы и запустить. Она появится в трее и будет доступна в любое нужное время. Нажимая на иконку программы, сначала перейду в настройки. Здесь можно указать, чтобы программа запускалась вместе с запуском операционной системы. Также можно изменить цвет отображения нажатия курсора. Поменять количество кадров в секунду можно только в Pro-версии, но 4 кадра вполне достаточно для записи и понимания. Здесь также можно подключить свой Twitter-аккаунт. Для начала записи необходимо просто нажать на Record и выбрать нужную область экрана для записи. Для примера я выберу такую область. Как только вы готовы к записи, нажимаете еще раз на иконку программы в трее и запись началась. Для примера я записываю некоторые действия в браузере и после нажимаю Stop. Опять же в трее. Появляется уведомление, что запись готова и нажимая на ОК я перехожу к ней в виде ссылки на анимированную GIF-картинку, которую можно сохранить на свой компьютер или вставить на свой сайт. Например, это очень поможет, если вы сделаете такую анимацию, как пояснение к заполнению форм на вашем сайте. Нажимая снова на иконку программы в трее, я вижу только что сделанную запись. Можно также перейти и посмотреть запись в формате видео, которым опять же можно поделиться с ссылкой. Таким образом, Recorded – очень простая функциональная программка, основным преимуществом которой является создание анимированного изображения в формате GIF из видеозахвата вашего экрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова